Приветствую, друзья! Мне кажется, именно Xiaomi создаст роботов с искусственным интеллектом, которые восстанут против человечества. А пока этого не произошло, довольствуемся еженедельными анонсами свежих гаджетов Xiaomi в самых разных сферах. Какие же новинки выпустила компания на очередной презентации, рассказываем в этом ролике. Вы на канале Rumi.com и мы начинаем. Компания выпустила квартет новых телевизоров линейки Mi TV, самый дорогой из которых сравним по цене с дешевым флагманским смартфоном Mi 9. Все новинки имеют искусственный интеллект для поиска видеоконтента и могут похвастаться не только низкой ценой, но и сверхкомпактными габаритами. Новинки различаются объемом встроенной памяти, габаритами и разрешением экрана. 32 дюйма с разрешением HD, 43 дюйма с разрешением Full HD, 55 и 65 дюйма с разрешением 4K HDR. Самый компактный телевизор оснащается 1 гигабайтом оперативной и 4 гигабайтами встроенной памяти. А в телевизоре побольше 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Обе модели основаны на 64-битном процессоре, имеют встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi 2.4 ГГц и могут похвастаться аудиотехнологиями Dolby Audio плюс DTS HD. Два оставшихся телевизора Xiaomi Mi TV с экранами 55 и 65 дюймов имеют одинаковый объем памяти 8 гигабайт встроенной и 2 гигабайта оперативной. Список интерфейсов производитель не раскрывает ни для одного из представленных телевизоров линейки Mi TV. Все новинки могут похвастаться очень тонкими рамками экрана, включая нижнюю, корпусом минимальной толщины и двумя опорами вместо одной центральной ножки для большей устойчивости. Также их объединяет наличие платформы Google Android TV и интерфейса Patchwall версии 2.0. В комплект поставки входит пульт со встроенным модулем Bluetooth и голосовым управлением. Из интересного, в дополнении к основной линейке телевизоров Mi TV, Xiaomi показала и отдельную модель Mi Art для ценителей искусства. Это 65-дюймовый смарт-ТВ на матрице Samsung с 4К разрешением и поддержкой HDR, внешность которого украшает 14-мм рамкой из анодированного алюминия. Подобное решение передает Mi Art сходство с картиной, а его программное обеспечение дополнено особым художественным режимом Art Mode, за счет которого на экран можно выводить личные фотографии и картины великих художников. Mi Art состоит из двух отдельных блоков, непосредственно экрана и основного модуля, с которым дисплей соединяется при помощи проприетарного интерфейса с пропускной способностью 18 Гбит в секунду. Начинка основного блока, помимо Bluetooth, Wi-Fi, 5 ГГц и аудиотехникой Dolby Audio и TDS HD, включает 6-канальный саундбар, 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, накопитель на 32 Гб и оперативную память объемом 2 Гб. А в комплект поставки вместе с пультом DU входит сабвуфер. В список разъемов входят 3 порта HDMI, 2 USB-A и Ethernet. Помимо телевизора, компания также анонсировала вертикальный кондиционер Mijia Interconnection и набор для гостиной, в который входит вентилятор Mijia DS Inverter Fan 1X, беговая дорожка Mijia Walking Pad и обновленные версии весов Mijia Smart Scale 2 и Mijia Body Fat Scale 2. Тут все проще, беговая дорожка имеет компактный корпус с минималистичным дизайном и поддерживает голосовое управление через устройства, имеющие на борту помощника XIAO AI. Вентилятор освежает, выполняя свои прямые функции, и им также можно управлять устройствами, поддерживающими помощника XIAO AI, а именно запускать, останавливать или изменять режим работы. Ну и весы, которые стали еще точнее, без изменения в дизайне. На этом все, друзья, поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился, и не забудьте подписаться на наши соцсети, чтобы быть в курсе новостей из мира Xiaomi. Увидимся в следующих роликах, пока!